Здравствуйте! Вы смотрите новости Примеусе. С вами Руслан Трофимов и сегодня в нашей программе. Насущные вопросы жизнедеятельности района обсуждали руководители на очередном планерном совещании администрации Матвеева Курганского района. В 2016 году в Одесский сад Матвеева Курганского района приобретут статус казачий. Это было отмечено на встрече казакова заместителем губернатора Ростовской области. Екатериновские школьники увлечены робототехникой. Из деталей конструктора они собирают модели умных машин. С помощью компьютерной программы управляют ими. И теперь более подробно. В понедельник в администрации Матвеева Курганского района состоялось очередное планерное совещание административно-хозяйственного актива. Планерное совещание глава Матвеева Курганского района началось с информации о предстоящем освящении храма святого Павла Таганрукского, в котором примет участие митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. 3-го числа прошла коронизация святого старца Павла Таганрукского. И 14-го числа владыка Меркурий освящает в 9 часов наш храм. Работа колоссальная была сделана, но и, честно сказать, надо ее уже как-то так и завершить. Обращаюсь ко всем, если можете, помогите материально, благочинному. Мы собирали рабочую группу, там, в общем-то, есть процедурные вопросы, которые надо в подготовке. То, что можно сделать руками, мы будем в этом активно помогать. Затем были заслушаны доклады руководителей служб о ситуации в районе. За минувшие две недели было зарегистрировано 141 сообщение о происшествиях с перспективой возбуждения 26, раскрыто 17. Наиболее резонансных, но из ранее совершенных, у нас достаточно редкое раскрытие. С карточки 40 тысяч сняли с жительницы нашей установлен, кто? Цыган. Он задержан, проводится, что дело возбуждено, проводится проверить. Это редкий случай в истории с карточки 40 тысяч. Значит, по ягодокрашу у нас есть раскрытие, в том числе такие резонансные, надо надо сказать. Это в ЦРБ у женщины украли деньги, телефон сотовый и сумку установлено, проводится проверка, дело тоже возможное. Значит, также у нас ноутбук из дома похищен, вот и в Кургане. Также ноутбук найден, изъят, сейчас проводится проверка. Потом у нас в Малокирсановке у ребенка украли гелекометр, но это уже второй раз воруют, родители в первый раз не обращались. Проверка установлена, лицо сейчас также идет, продолжается проверка. За две недели произошел всего один пожар. Это случилось в поселке Красный Бумажник в многоквартирном доме. В квартире там мужчина предположительно заснул сигаретой. За задымление сильное было подъезда, пришлось эвакуировать граждан до ликвидации. Ну, результате пожара, там повреждения значительные, задымление матраса было. Жив? Да, жив, здоров, в лаковойном опьянении находился. Травмированных, погибших. Заболеваемость по гриппу пошла на спад, но медики предупреждают, что расслабляться еще рано. К сожалению, вот пошел этот хвост, знаменитый эпидемиологический. Больные с пневмониями, значит, у нас развернуто второе отделение инфекционное. И, к сожалению, в реанимации сейчас трое с тяжеленными пневмониями. Сегодня ночью мужчина поступил, где-то был в командировке в Осетии. И в таком состоянии поступил, что пришлось делать трохиотомию на аппарат, дышать крайне-крайне тяжелый. То есть, я хочу проинформировать все, чтобы расслабления не должно быть. Да, заболеваемость будет уменьшаться, но ни в коем случае все равно не пускать на работы с ОРВИ всевозможными, отстранять от работы и, конечно же, обращаться побыстрее к медицинским работникам, потому что пневмонии, ну, процентов 80 всех ОРВИ заканчиваются пневмонией. Александр Рудковский еще раз проинформировал всех о том, что решением губернатора Ростовской области сохраняются существующие льготы по проезду для ветеранов труда, а их монетизация отменяется. Я так анализировал, в принципе, этой услугой, ну, грубо говоря, пользуются 50% на сегодняшний день. Ну, образно только, чисто так вот, как говорится, плюс-минус туда-сюда. Вот, поэтому тут, как бы, палка в двух концах. С одной стороны, как бы, 332 рубля, по-моему, да? Да. Как бы они в пенсии тем, кто не ездит, это хорошо, а тем, кто ездит, это, конечно, плохо, потому что сегодня бесплатный правительство, он подразумевает, хоть каждый день езди, по сути, как бы, тебе это оплатят. А если вот взять Екатерина, только 100 рублей в одну сторону, если не ошибаюсь, так? Вот, тогда получается, человек, грубо говоря, туда-сюда съездить, а потом уехать в Курган и не вернуться. Ну, по льготе, по сути. Поэтому, я думаю, что эту работу мы вместе с вами, Александр Николаевич, проведем, чтобы понять, в общем-то, что сделать и как сделать. Но, скажу прямо, что мы не должны допускать срыва никаких маршрутов. В конце совещания с краткими отчетами о проделанной за минувший год работе и планами на этот год выступили руководители УСУЗН и МФЦ. Отчеты сопровождались демонстрацией слайдов с графиками и показателями. Количество обращений за 2015 год превысило 100 тысяч человек. 100 тысяч обращений. Это на 34% больше, чем в 2014 году. Из этих обращений более 25 тысяч было подано для подачи документов для предоставления той или другой услуг. Обращения. Эти обращения развиваются следующим образом. Собратно об УСУ. Федеральная и региональная муниципальная. Мы видим, что самый большой рост произошел по федеральным услугам. Это связано с тем, что и увеличилось количество оказываемых услуг. Так, например, обращение по пенсионному фонду было у нас, получается, более 5 тысяч. Самая востребованная услуга – это получение справки о размере пенсии. Галина Запорожцева, Руслан Трофимов, телекомпания «Премиуси». Постановлением правительства Ростовской области установлена величина прожиточного минимума за 4 квартал 2015 года. Соответствующий документ подписал губернатор Василий Голубев. В целом, по Ростовской области прожиточный минимум за 4 квартал 2015 года в расчете на душу населения установлен в размере 9 109 рублей. Для трудоспособного населения – 9 698 рублей. Пенсионеров – 7 413 рублей. Для детей – 9 443 рубля. Этот показатель используется для оценки уровня жизни населения Ростовской области при разработке и реализации областных социальных программ, определении размера устанавливаемых на областном уровне социальных пособий, выплат и других видов социальной поддержки малоимущим жителям Ростовской области. В целях обеспечения безопасности у ГИБДД по Ростовской области решило привлечь для решения проблемы разбитых дорог общественников и представителей средств массовой информации. 5 февраля в ходе областного рейда «Дороги без проблем» сотрудники ГИБДД Матвея Курганского отдела внутренних дел инспекторы Владимир Новак и Алексей Козырев вместе с представителями общественной палаты при МВД специалиста ЖКХ Куйбышевского района Николая Варшавского посетили Куйбышевское сельское поселение. Целью данного мероприятия является оценка состояния дорожного покрытия, выявление проблемных участков дорог, на которых после того, как сошел снег, на проезжей части образовались ямы и выбоины. Дефекты дорожного покрытия могут привести к авариям, в лучшем случае водители авто, попав в яму, повредят колеса. Сейчас наглоста 5,15-6 гига. Средненно допустимые размеры просадок и выбоин должны превышать в длину 60 сантиметров, ширина 15, глубина 5 сантиметров. Мы сейчас первую замеряем, смотри. Замеряем ширину, она уже не соответствует, 40 сантиметров. Глубина здесь будет 1,5 сантиметра, 2,5 сантиметра. Длина тоже приличная, метр 10. В целях обеспечения безопасности управление ГИБДД по Ростовской области привлекает для решения проблемы разбитых дорог общественников и представителей средств массовой информации. В ходе сегодняшнего рейда сотрудники госавтоинспекции направят несколько предписаний главам сельских поселений для устранения ям и выбоин, появившихся на улицах Кубышевского сельского поселения. Надеемся, что аналогичные рейды пройдут и в Матвеокурганском сельском поселении, где также имеется множество нареканий на состояние дорог со стороны населения. Андрей Лунев, Александр Качур, телекомпания «Премиуси». Состоялась встреча казаков Матвеокурганского и Кубышевского районов с заместителем губернатора Ростовской области Михаилом Корнеевым. Он сообщил о высокой оценке, которую получил Донской регион на заседании Совета при Президенте Российской Федерации под делом казачества. Были отмечены успехи Ростовской области в плане развития кадетского образования, поддержки казачества и многим другим направлениям работы. В 2016 году особое внимание будет уделено деятельности молодежной организации «Донцы». Михаил Корнеев отметил, что молодых казаков следует активно привлекать к работе поисковых отрядов. Работа с архивами, поиск захоронений бойцов, участвовавших в Великой Отечественной войне, могут стать значительным элементом военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Участники совещания также обсудили развитие казачьего образования на Дону. Было отмечено, что уже в 2016 году два детских сада Матвеокурганского района приобретут статус казачий. На счету Александра Ткачева множится побед в различных конкурсах и олимпиадах. Но известность 11-класснику из Екатериновки принесло изобретение необычного ошейника для кошки. Об этом в начале года сообщили многие донские издания. Приехав в Екатериновскую школу, мы решили сначала поговорить с учителем информатики и мамой Александры Екатериной Анатольевной Ткачевой. Она рассказала предысторию, с чего все начиналось. В 2001 году появилось три компьютера, персональных компьютеров, на процессор, на базе Интела. Это для нас было сверхъестественно. Компьютер тогда мог у нас и рисовать, и музыку, и видео. Для нас, конечно, для детей было сказка. Дети не выходили из кабинета информатики. Я разрешала им на уроках, на переменах работать, учиться, потому что три компьютера для школы было мало. Потом в 2006 году добавилось еще шесть компьютеров, потом пошли закупки, и это стало жизнью. А потом пошла такая волна, как конкурсы. Детям участвовать в конкурсах очень нравится. Им неинтересно просто сидеть и чему-то учиться. Им надо обязательно создавать проект и обязательно занимать места. Поначалу, конечно, участие в ростовских конкурсах было трудно. Наверное, первый год мы попали в десятку. Для нас это был 2004 год. Для нас это было очень что-то такое грандиозное. Потом года три мы работали, но мы не могли пробиться. А потом, наверное, в каком бы конкурсе мы не участвовали, мы были победителями и призерами. Победы екатериновских школьников во всероссийских и международных конкурсах стали делом обычным. А вот в области их почему-то упорно не замечали. Прорывом стала разработка «Чудо-ошейника». Это изобретение прославила Александра и школу, в которой он учится, на региональном уровне. В 2012 году мы с братом поехали в лагерь «Смена», и там проводился очень интересный конкурс проектов. Этот лагерь, он вообще был тематический на все проекты, то есть «Ночнее идти» назывался. И был конкурс проектов. И мы думали, какой проект нам сделать. Мы отталкивались от того, какие проблемы у нас случаются дома. И эта проблема была непонимание человека и кошки. Например, когда мы приходим домой, и кошка лазит по столам в поисках еды, или она вечно чем-то недовольна, или наоборот, может быть ей холодно. Мы решили отталкиваться от этого, и вначале изучили, как кошка может нам передать информацию. Мы посмотрели в интернете, что это можно с помощью хвоста передать информацию. Также решили считывать ее информацию с хвоста. Потом звонили некоторым ветеринарам, звонили физикам, моему учителю физики, и спрашивали, возможно ли создание такого ошейника, и что можно использовать. И мы остановились на инфракрасном локаторе, который определяет, есть ли какая-нибудь вещь на данном расстоянии. Причем эта вещь, она может быть разных температур, и от этого будет изменяться расстояние. И то есть можно сделать такую программу, которая будет говорить, что если встретился на пути какое-нибудь тело с градусом таким, который у кошки, то это будет понятно, что хвост кошки, и также определим, где находится этот хвост, и мы можем понять, что хочет от нас кошка. Информация о том, чего хочет кошка, будет передаваться на телефон хозяину. С этим проектом ребята заняли третье место, сделали бизнес-план, продумали, как можно его продвинуть, и начали воссоздавать в реальность. На данный момент нам не хватает самих деталей, самой робототехники для создания ошейника, то есть именно легкой, потому что у нас есть, но она тяжелая, год ее не потянет. Сам ошейник должен весить не больше 100 грамм, и поэтому мы хотим приобрести инфракрасные локаторы, которые в салоне весят не больше 10 грамм, процессоры, и в сумме это будет весить совсем немного. Кстати, делом ближайшего будущего является получение патента на эту полезную модель. Кроме того, еще в 10 классе Александр собрал команду мальчишек-единомышленников, преимущественно из одноклассников. Они начали работать над созданием компьютерной игры, и в этом деле преуспели. Ну а главной задачей для него сейчас является хорошо сдать экзамены. С выбором будущей профессии Александр определился. Я хочу поступить в Высшую школу экономики в Москве, а на направление это связано с программированием, то есть будет либо программное обеспечение, либо программная инженерия, информационная безопасность, но что-то связано с программированием. Этот учебный год войдет в историю Екатериновской школы не только достижением ее выпускника, но еще и тем, что на базе школы открыт филиал Центра детского технического творчества, в котором пятиклассники занимаются робототехникой. О робототехнике я слышала очень давно, и меня эта тема очень интересовала. Я понимала, что такое робототехника. Это конструктор, робот с компьютером. Дети могут написать программу, и робот будет себя вести так, как захочет человек. Вот идея робототехники. Программы компьютерные, они виртуальные, а робототехника, она реальная, ее можно пощупать. Вот в чем смысл. И тут спасибо Александру Анатольевичу, он нас услышал, и в этом году было куплено в Центре детского технического творчества один конструктор Лего, с помощью которого ребята теперь могут создавать именно роботов и учиться программировать уже систему. Юным конструкторам приходится нелегко, но в итоге все получается. Вот, например, сейчас они собрали робот сортировщик цветов и наперебой рассказывают о том, как он будет действовать, когда зададут программу. Это датчик касания. Когда на него нажимают, правда, мы программу уже не задали, он, робот, что-то должен сказать. Либо, когда он подъезжает, у нас не такой робот, когда он подъезжает к стене и касается, он может развернуться и поехать в другую сторону. Это не первый их робот. До этого были танк и сборщик кубиков. Особенно интересно техническое творчество мальчишкам. И для многих это увлечение не ограничивается рамками кружка. Я люблю что-то создавать. Вот я маленькую ракету делал недавно, когда из бенгальских огней. Маленькая ракетка, она летала. Люблю создавать что-то. Но вот именно там в интернете нахожу разные видео, там, где делают что-то. Маленькие машинки на вибраторах, они ездят. Я делал много раз. И пусть прибор для определения количества рыбы в водоеме был ими же и съеден, а двухэтажный велосипед пока только в проекте, эти ребята, несомненно, талантливы. И можно с уверенностью сказать, за ними будущее. Галина Запорожцева, Руслан Трофимов, телекомпания «Премиусе». Это пока вся информация. Эти и другие новости вы сможете найти на нашем сайте. МИУС.Инфо. Я с вами прощаюсь и желаю вам хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok